Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Сливки Общества. Виктор Цой остается значительной фигурой в русскоязычной музыкальной индустрии. Новые поколения ребят продолжают слушать его вечные хиты, группы Крови и звезда по имени Солнце. Они говорят, Цой – легенда! Цой – жив! Живо наследие Виктора – его музыка. Смерть певца была трагична, а жизнь наполнена интересными событиями и фактами. О них – в этом видео. У Виктора не было музыкального образования. С детства он любил рисовать, потому после школы решил поступать в художественное училище имени Серова в Ленинграде. Окончить успешно учебное заведение у него не вышло. Цой был отчислен спустя год за неуспеваемость, следом будущий рок-музыкант поступил в ПТУ-61 на специальность «резчик по дереву». Виктор сделал все, чтобы не пойти служить в армию. В те годы шла афганская кампания, молодые ребята попадали в самое пекло, некоторые возвращались домой грузом 200. Такой участи Цой себе не хотел, он сделал себе белый билет, изобразил из себя психически неуравновешенного человека. Певец неглубоко повредил себе вены и вызвал скорую помощь. Виктора забрали в психиатрическую больницу, там он провел полтора месяца. Кумиры Цоя – Брюс Ли, Михаил Боярский и Владимир Высоцкий. Вот такая необычная кампания. По словам Виктора, на формирование его личности в период взросления и становления характера на него повлияли именно Боярский и Высоцкий. Он знал их песни и театральный репертуар чуть ли не наизусть. Став старше, будущий рок-музыкант увлекся восточными единоборствами, как и его кумир Брюс Ли. Виктор старался не влезать в драки и не демонстрировать свои способности. Он неплохо обращался с нунчиками и владел приемами Тхэквондо, но когда гитаристу из его группы повредили голову в драке, то Цой не попытался помочь товарищу, просто убежал. Певец на закате СССР опасался попасть под статью тунеядства. Виктор был вынужден устраиваться на низкоквалифицированную работу, вроде истопника, уборщика в бане или матроса-спасателя на лодочную станцию. Работа была, не бей лежачего, зато много свободного времени для творчества. Виктор был официально женат, но с супругой Марианной они разошлись спустя несколько лет брака. Цой понял, что их взгляды на жизнь слишком разнятся. На съемках фильма «Асса» он познакомился с девушкой по имени Наталья и влюбился. С 1987 года, до даты его гибели, они были вместе. Развод официально Виктор и Марианна так и не оформили. Все имущества и права на песни перешли его законной супруге. Виктору Цою было всего 28 лет. Ставь лайк, если понравилось это видео и не забудь подписаться на канал, впереди много интересного.